Это значит пожарный компьютер, показывает состояние систем пожарной сигнализации Вегаса. Зелёная окраска графического плана означает то, что сигнализация исправна. Начальник службы пожарной безопасности торгового комплекса Вегас Максим Королёв показывает современную систему мониторинга. Но кроме электроники, ежедневно о безопасности людей и не только противопожарной заботится более 300 человек. Обеспечивает безопасность посетителей. Это целое подразделение отдела корпоративного контроля, служба парковки, служба быстрого реагирования и служба пожарная. Вегас, как паутина, окутан системами автоматического пожаротушения, вентиляции и оповещения, работоспособность которых постоянно контролируется. Система внутреннего противопожарного водопровода 1, система спринкерного пожаротушения 2, дренчерной системы противопожарной защиты, внутренние противопожарные краны, которые имеются на определенном расстоянии согласно ГОСТу. Соответственно, перечисло пожаротушения и система сигнализации и оповещения эвакуации при пожаре. Все они находятся в исправном состоянии. Мы проводим нижеквартальные проверки данных систем совместно с обслуживающей организации. Помимо этого, к экстремальной ситуации готовы не только сотрудники специальных подразделений, но и все работники Вегаса. Ежеквартально проводятся практические занятия, в которых участвует и персонал, который работает в зале в качестве продавцов, грузчиков, водителей, и службы безопасности, и пожарной охраны. Принимая на работу сотрудников, они проходят у нас первичный инструктаж по мерам пожарной безопасности. Мы его проводим ежедневно, естественно, в рабочее время с 14 до 15.00. Не пройдя этот инструктаж, сотрудник не получает бейджик, чтобы сюда пройти. Для занятий в торговом комплексе даже оборудован специальный класс. Здесь сотрудники получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Проходят занятия, где изучаем не только средства индивидуальной защиты органов дыхания, но и средства, которые помогают защитить работника пожарной охраны в опасной среде от высоких температур, и первичные средства пожаротушения. Вегас ежедневно посещает тысячи людей. Система устроена так, что в случае пожара каждый из них может нажать тревожную кнопку. Любой посетитель, покупатель при обнаружении задымления, загорания, и нас в том числе, нажимает на данную кнопку, прибор ЭПР, соответственно, сработает система сигнализации, точно так же, как попадание дыма на наши датчики. Здесь же находится и выход для эвакуации. Он опломбирован и стоит на сигнализации, но открыть его не представляет труда. Такие же на втором этаже. По всему фасаду, вот вы видите, через каждые 50 метров эвакуационных выходов и с антресоли, и с первого этажа, и непосредственно на улице. После событий в Кемерове у оперативного дежурного торгового комплекса работы прибавилось. Посетители, проходя мимо эвакуационного выхода, непременно хотят проверить его доступность. Написано, например, выход, и они оттолкают туда, поэтому непосредственно сразу туда вызывают 2-3 человека. Наверное, самые грустные ассоциации вызывает кинотеатр. В торговом комплексе «Вегас» каждый зал имеет два пути для эвакуации. Это один из пожарных выходов на руках. Здесь оборудованы системой антипадикой. Достаточно простого нажатия. Дверь открывается. Несмотря на то, что противопожарная работа не видна посетителям, после произошедшего в Кемерове они хоть и относятся с опаской к посещению торгового центра, но от поездок сюда не отказываются. Нет, там не страшно посещать. Мы здесь были уже неоднократно. Я не проверял ни разу здесь подраженную безопасность, но никогда здесь ничего не случалось. Но все равно в первую очередь начинаешь смотреть, где аварийные выходы, куда идти. То есть сейчас в первую очередь уже начинаешь задумываться. Детей сюда точно не приведу. Почему? Ну, как-то, знаете, сердечко колотится. Здесь не страшно, в «Вегасе». Ну, потому что мы 5 лет уже здесь, из-за этого как бы здесь, я думаю, что охрана хорошо работает. Несмотря на повышенное внимание к торговым центрам, в «Вегасе» никаких дополнительных противопожарных мер приниматься не будет. Все идет в соответствии с годовыми планами. Планы составлены, согласованы в районе. В соответствии с этими планами мы и проводим работу. Таким образом, мы на собственном опыте убедились, посетители одного из крупнейших в Москве торговых центров могут быть спокойны. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...